елочки в центре райда как обычно натуральные и без всяких игрушек из года в год они украшаются одинаково очень скромненькая елочка вы видите а это ведь все таки у нас центр города здравствуйте здравствуйте всем сегодня у нас четверг 7 декабря 2023 года я вышла погулять немножко в центр показываю вам как выглядит у нас предрождественский город в начале мы с вами погуляем по центру города райт посмотрим декорации рождественские ну и как обычно у меня для вас много сегодня разных тем друзья а самое интересное я вам покажу как англичане готовят еду это будет в самом конце усаживайтесь поудобнее друзья и давайте смотреть и не забудьте конечно же поставить лайк и поделиться с друзьями этим видео покажу вам еще одну елочку возле магазина кооп вот такая здесь смотрите это на площади виктории королевы вот ее памятник впереди видите и вот такие скудные украшения практически ничего вообще конечно с каждым годом я замечаю все больше и больше упадок упадок знаете он он как-то постепенно постепенно вот надвигается а потом начинает ощущаться буквально во всем вот там я показываю вам елочку вдалеке но я уже не пойду спускаться потому что у меня заканчивается время парковки и опять же показываю вам как практически пусто в центре но машины англичане предпочитают ездить на машинах если им куда-то нужно у всех в этом свои привычки своя культура и свой приоритет по-английски расскажу вам про погоду погода у нас отвратительная можно сказать потому что ночью минусовая температура минус 3 даже было минус 1 а днем от нуля до двух до трех ну и еще к тому же ветрено ночью идет дождь несмотря на то что минусовая температура снега здесь нет и как-то сразу темно и хочется конечно же в рождество похрустеть снежком но ничего страшного здесь тоже есть свои плюсы зато в феврале здесь уже начинает цвести камелия мимоза и нарциссы у природы нет плохой погоды еще две посылочки я сегодня получила и сейчас будем смотреть что у нас там очень люблю открывать я обычно пользуюсь покупаю на ebay пользуюсь ебэй господи чуть не разрезала красивый вот такой вот я купила пиджачок смотрите вот он вот такой очень даже чудный замечательный так и здесь у нас это конечно на большие размеры сейчас буду мерить мне нравится посмотрим это one size или как он там называется оверсайз да сейчас вот такая вот компания если кому интересно название наверху видите и еще одну посылочку на сегодня получила вот здесь должны быть бриджи если я ничего не путаю еще одной посылки я заказала три но две привезли одна еще нет вот смотрите это называется цвет да даст и пинг пыльный розовый мне он нравится даст и пинг вот так и вот такие вот видите бриджики я в основном такие и ношу и раньше я вы знаете их покупала в магазине здесь они стоят 18 фунтов не так и дешево скажем прямо а здесь вдруг я такие же точно нашла на ebay стоят они на 5 фунтов дешевле 13 и бесплатная доставка я очень рада и довольна хотя конечно вот к этому именно пиджаку здесь не очень подходит видите цвет можно наверное конечно носить но лучше я так понимаю черные или белые сюда подойдут белые у меня уже есть а черные я заказала я белые принесла сейчас посмотрим конечно же белые белые есть брюки или джинсы у каждой женщины есть в гардеробе поэтому может что тут все у меня перевернулась поэтому смотрим как с белым будет выглядеть вот так неплохо да ну вот с черным наверное все таки лучше а еще а еще я купила себе черный пиджак как показать ну вот издалека показываю обычный черный пиджак ну и вот это пиджачок я показываю вам в полный рост так говорится да потом покажу наверное на себе даже с черными или с белыми брюками или даже так покажу смотрите на фото вот этот пиджачок смотрится так с черными брюками Вот так он будет смотреться с белыми брючками. Летний вариант, скажем. И вот я еще поставила вот эти вот розовые. Но вряд ли, наверное, хотя тоже возможно. Вспомнила, что у меня еще и красные есть джинсы. С красным тоже хорошо. И вообще, вы знаете, вот этот вот пиджак, он оказался такой странной расцветки, очень интересной, что к нему подходит все. Вот такой вот у меня раскордаж тут в квартире. Потому что я опять собираюсь в путешествие. Но об этом, друзья, я вам расскажу попозже. А еще знаете, оказалось, что у меня с моим новым другом очень много общего. И в том числе у нас с ним общее хобби. Во-первых, он тоже делает видео. Ему очень нравится. А во-вторых, у него есть аквариум. Посмотрите. Это просто поразительно. Когда он спросил у меня, есть ли у меня домашние животные, а я сказала, что да, у меня уже давным-давно есть аквариум. Я интересуюсь и занимаюсь рыбками давным-давно. И вы знаете, он прислал мне вот это вот видео и был очень удивлен, потому что у него тоже дома есть аквариум. И ему тоже очень нравятся аквариумные рыбки. Вот такие вот совпадения. Ничего, как говорится, в этой жизни не бывает просто так. И вообще, вы знаете, я хотела вам, друзья, рассказать и показать моего нового друга, рассказать, как мы встретились. Мне казалось, что это интересно будет многим. Но вот даже мои малюсенькие какие-то рассказики, где я упомянула о том, что я встретила очень хорошего человека, и то вызвали такую реакцию неадекватную. Я не могу сказать, что в большинстве, но, знаете, достаточно. И больше всего мне, знаете, что обидно? То, что нормальные люди пишут, конечно, адекватные. Они есть на моём канале, и их очень много. Но они пишут так редко, что получается, что вот перебивают вот такие вот люди непонятные, завистливые и злые, уж извините. И ещё больше мне досадно то, что я, например, рассказывала своему другу и продолжаю рассказывать о русских людях. Он интересуется, ну и потому что я же сама русская. И он говорит, я хочу узнать больше о тебе, о твоей стране, о людях, которые с тобой рядом живут, о русских людях. И он смотрит мой канал. И он, знаете, не понимает, конечно, то, что я говорю, там у нас субтитров нет. Но вот комментарии он все переводит на английский язык, ваши комментарии, и читает. И я просто иногда, знаете, мне даже стыдно, когда он у меня спрашивает, а что вот, а почему тут так написали, а что такое, почему людям не понравилось, почему здесь так. Я иногда даже не могу перевести на английский язык, да мне и не хочется переводить. И получается, знаете, несовпадение. То, что я ему рассказываю о том, что в моей стране все люди очень доброжелательные, очень приветливые и открытой души. Ну вот, а вот видя такие комментарии под моими видео, у него, знаете, возникает все больше и больше ко мне вопросов. А я не знаю, что ему и говорить. И вот, знаете, мой друг очень любит готовить. Ему просто это нравится. И я как-то его попросила, говорю, а давай мы с тобой сделаем видео, и ты приготовишь скрамбл-экс. Это вот яичница-болтунья, так называется. Специальным образом она готовится, и англичане ее на завтрак очень любят. И я сказала, что вот мои русские друзья, они, может быть, и не видели, и будет интересно. И он с удовольствием согласился сделать это видео для вас. И мы его вместе сняли. Но я полностью вам его показывать не буду. Я покажу только самый конец этого видео, и посмотрю на вашу реакцию, друзья. Мы вместе посмотрим с моим другом, мы почитаем комментарии. А дальше уже мы вместе решим, стоит ли вообще нам продолжать рассказывать и показывать себя и свою жизнь. И вот именно сегодня я делаю последнюю попытку, и покажу вам наше совместное видео, и посмотрю на реакцию вашу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот такое сегодня видео у меня для вас, друзья. И мы с моим другом ждем ваших комментариев. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok